Братья-месяцы По народному месяцу слову «Вадим Ключник. Отмыкание родников» В день Вадима Ключника люди ходили к источникам, ключам, старались прийти еще до восхода раньше всех, чтобы взять самую лучшую, непочатую воду. Ключи чистили и приговаривали «Подземная водица, отмыкаем тебе пути вешние». После этого из родников брали воду, умывались ею и пили ее. Считалось, что это укрепит здоровье. Ключевую воду также давали пить скотине и окропляли ею земельные участки. А девушки на Вадима Ключника еще и загадывали на любовь. При этом после умывания прохладной родниковой водой они, не вытираясь, возвращались домой. В народном сознании источники связывались с небесными водами, поэтому вода в них считалась целебной. В каждой деревне был свой источник, к которому относились благоговением, приветствовали воду, обращались к ней с просьбами, оставляли ей подарки, платки, лоскутки ткани. В отомкнувшиеся родники бросали и серебряные монетки на счастье и удачу. К этому времени повсеместно зацветает мать и мачеха – прекрасный весенний цветок, обладающий удивительными целебными свойствами. Издревле на Руси готовили из мать и мачехи лечебные настои и отвары, помогающие справиться с простудными заболеваниями. В этот день примечали. Ежели в птичьих гнездах яиц меньше, чем обычно, год будет неурожайным. Восход солнца с блеклыми отблесками, то осадков не будет еще сутки. Ветер туман не может разогнать, будет хороший урожай. Пошел дождь, значит урожай будет отменным. Раскрылся одуванчик, холода не скоро вернутся, весна наступила. А по одному из календарей у славян лельник – красная горка. Лельник – праздник, посвященный богине девической любви Леле. Эти дни называются также красной горкой, потому как местом действия является холм, расположенный неподалеку от деревни. Там устанавливается небольшая деревянная или дерновая скамья. На нее сажают самую красивую девушку, которая и исполняет роль Ляли – Лели. Справа и слева от девушки на скамью укладывают приношения. По одну сторону размещается коровай хлеба, а по другую – кувшин с молоком, сыр, масло, яйцо и сметана. К ногам Ляли каждая девушка кладет веночек. Затем водят хоровод вокруг скамьи и поют песни веснянки и обрядовые песни, в которых славят богиню как кормилицу и подательницу будущего урожая. После этого Ляли раздает подругам гостинцы и бросает присутствующим по веночку. Девушки пытаются поймать их на лету, а поймав, хранят дома до следующей весны. Веночки – это благословление на приход духовной пары. В этот день также проходят сватовство, обручения и весенние свадьбы. Иногда после праздника на холме разжигают костер, вокруг которого также водят хороводы и поют песни. На протяжении всей весны происходит раскраска яиц, писанок и крашенок и различные игры с ними. Здесь есть и небесные олени, и картины мира, и множество древних символов жизни и плодородия. Яйца, как крашеные, так и белые, играли важную роль в весенней обрядности. Выезд на первую пахоту производился с солью, с хлебом, с белым яйцом. Яйцо разбивали о голову коня или пашущего вала. Яйцо и печенье крест были обязательной принадлежностью обрядов при посеве. Нередко яйца закапывали в землю, катали пополю, засеянному житом. При выгонив лельник, яйца клали под ноги скоту в землю, где были ворота хлева, чтобы скот переступил через них. Обходили скот с яйцами и дарили их пастуху, считая это действиями, которые будут оберегать посевы и скот от всяческих неприятностей и принесут благосостояние семье. Счастья, радости и мудрости вам, славяне! Братья-месяцы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова